Приветствую вас, дорогие мои, с вами я, епископ Альвер Традкин, наш канал «Взгляд с небесный». Не забывайте подписываться на наш канал, ставить лайки, распространять видео и делиться им в своих соцсетях. И если есть желание на сердце поддержать нас молитвенно или финансово, то у нас есть и молитвенная группа в конце, вы можете ознакомиться на канале. И есть карточки для вашей помощи, для добровольных пожертвований. Сегодня я хотел поговорить на очень серьезную тему, которая буквально сколохнула, ну, наше небольшое, скажем так, протестантское пространство здесь, в России. Это письмо украинских братьев наших из движения «Слово жизни». И сегодня я хотел бы поговорить на очень серьезную тему о том, как начальствующий епископ Росхаве Сергей Рейховский расколол международное движение «Слово жизни». Да, вы не ослышались. Я хотел бы объяснить, почему я так считаю. В конце этого видео будет полностью ссылочка, наверное. Вы сможете ознакомиться с заявлением украинских церквей «Слово жизни» о том, что они разрывают братские отношения с церквями «Слово жизни» здесь, в России. Я хочу напомнить, что Ассоциация «Слово жизни» – это одна из 30 ассоциаций, входящих в этот, ну, один из трех, наверное, или четырех письмических союзов, которые действуют здесь, в России. Вот, самая крупная, скажем так, самая влиятельная, вот, и, несомненно, это большой раскол. Когда братья говорят, что мы приостанавливаем наши братские отношения, то это очень серьезно, очень серьезно. И, конечно же, там, вы прочитаете, они объясняют свою позицию, и она сводится к тому, что виной всему, конечно, является Сергей Риховский и его заявление. Его заявление и на круглом столе в Государственной Думе, и после, в его роликах, в его выступлениях на некоторых государственных каналах или телеграфных агентствах. Вот. Последнее его заявление было, где он говорит, что не будет подливать масло в огонь, чем самым и признается, что огонь уже есть, что он горит между церквями. Всем понятно, по какой причине. Вот. И, да, это непростая ситуация, очень непростая. Чуть ранее, до этого, украинские братья, уже я озвучивал тоже их позицию, они обратились к нашим российским братьям, к движению «Слово жизни», занять позицию по вот этой специальной военной операции, как у нас это принято называть, или как они, украинские братья, называют это войной. Они считают, что это гражданская война, которая, не гражданская отечественная война, которая идет сейчас там у них. Они обратились к Мацули, к руководству церкви «Слово жизни». Что такое международное движение «Слово жизни»? Это не только Россия и Украина. Это Армения, это Азербайджан, это Армения, Азербайджан, Израиль, это Европа, Чехия, Словакия, другие страны. Это Западная Европа, это и Швеция, и еще несколько стран. Это достаточно большое движение, частью которого я также являлся. И были длинные переговоры, насколько я понимаю, в международном движении. И вы знаете, что сегодня весь мир, и все заняли какую-то позицию. Я знаю, пастор Артур Симонин озвучил свою позицию в отношении к военным действиям. И другие пастора, и шведские пастора. Шведская церковь «Слово жизни» вообще работает и помогает беженцам с Украины. Куманитарку шлет, трудятся везде и всюду. Очень огромный труд делают. Молятся, говорят открыто о своей позиции, о своем отношении, как настоящие христиане должны сделать и заявить какую-то позицию о войне. К сожалению, российские братья молчат, они напуганы, они запуганы. И когда братья украинцы обращались, пастыряя епископат к российским братьям, в том числе к Мацуле, который возглавляет эту ассоциацию, они не учли некоторых вещей. Я сегодня хотел бы их сказать. Они не учли того, что у Мацулы, Исхаэля, главы ассоциации, у него очень большие проблемы здесь в России. Первая проблема, я все, наверное, не назову, но первая, это с гражданством. Все знают, что пастыр Мацула является гражданином Норвегии, а Норвегия это страна НАТО. Мы знаем сегодняшние отношения у нас в стране. Как не раз уже заявлял этот начальствующий у них, там, что только Мацула скажет, что-то в 24 часа его здесь не будет. Мы знаем, что угрозы, они настоящие, потому что главный советник этого начальствующего епископа является сотрудник органов безопасности. Это серьезная угроза не только у него, но еще у некоторых братьев, которые входят в этот союз. Вторая проблема связана с созданием церкви. Несколько лет назад, когда они купили здание под церковь, они называют это храмом, это бывшая ДК, которая принадлежала какому-то институту. Знаете, в советское время было много разных институтов, и этот институт занимался и занимается до сих пор от советских времен строительством мостов, развязок, наверное, очень серьезное предприятие, огромный комплекс зданий, и они были построены на одном фундаменте. То есть, фактически, это одно здание, и здесь есть проблемы. Но проблема не только в том, что они стоят на одном фундаменте, я уже в каком-то видео рассказывал и показывал, мы сегодня покажем. Кроме этих трех институтов, которые занимаются строительством мостов, это открытая информация из открытых источников. Мосты это всегда были военными объектами, они охраняются военными. Поэтому, скорее всего, эти структуры каким-то образом связаны с Министерством обороны. И, наверное, там появляются вопросы, кто и когда продал здание, и теперь это является частью этого комплекса шведской церкви слова жизни, ну, московской как. Кроме всего, там находится еще один очень интересный институт, центральный, САГИ называется, центральный аэрогидродинамический институт. Вы можете посмотреть в Википедии, что это за институт, что это за предприятие. Оно напрямую связано с Оборонпромом и с Министерством обороны. Оно работает над, у них контракты с вертолетами, с самолетами и, конечно же, с торпедами, потому что гидро, гидро это вода, гидро, вот этот аэрогидродинамический институт. Это серьезное предприятие, очень серьезное. И тоже в любой момент, вы знаете, что мы живем в стране, где в любой момент любые итоги продажи собственности могут пересмотреть. И поэтому это вот другой крючок, за который держат того же пастора Мацулла. И он, ну это как оправдание такое идет, что вот мы должны быть очень аккуратными. И мы не можем иметь свои собственные позиции ни по какому вопросу, потому что мы якобы защищаем здание там или еще что-то. Третий, третий, наверное, крючок – это финансы. И никто даже не скрывает, что в РосХВЕ слово «жизни» – это самая успешная и богатая структура у РосХВЕ. Я обещал вам, что когда-то расскажу, как устроена финансовая пирамида в ассоциации слова «жизни», как собираются деньги. В ближайших видео я все-таки покажу вам таблицу, запишу все, расскажу, как идет это все. Вот. И здесь тоже очень сильнейшее давление оказывается, потому что, конечно, РосХВЕ боится потерять эту ассоциацию. Я знаю из источников, которые пожелали остаться неизвестными, скажем так, они говорили, что это тоже одна из причин, потому что слово «жизни» вносит на содержание аппарата. Аппарат, он сейчас называется РосХВЕ, там аппаратчики сидят, представители спецслужб, и наши христиане, там клановый бизнес уже из нескольких семей состоит. Вот. И если слово «жизни» выйдет, уйдет, а рассматривался этот вопрос, Адратьев просили, чтобы они вышли из состава РосХВЕ, из Духовного совета, из всех руководящих органов. Вот. Но финансы – это очень важная составляющая, это действительно очень серьезные деньги, которые платит ассоциация на то, чтобы содержать аппарат Риховского там внутри РосХВЕ. Есть еще одна причина, как мне кажется, тоже важная. Вот. Знаете, русскую пословицу «держи друга близко, а врага еще ближе к себе». Вот. И Мацулла был назначен уже долгое время первым заместителем. Да, у него должность первый заместитель начальствующего епископа. Это очень серьезная должность такая. Вот его, как врага, как натовца, как негражданина России, его держат очень близко, на поводке. Это тоже то, на что ссылается, я так понимаю, движение слова «жизни», потому что они не хотят заявлять никакой своей позиции. Вот. Письмо было адресовано их, но недавно Риховский ответил, хотя его как бы это боком так касалось каким-то, он ответил за них. Даже Мацулла не имеет права голоса. Сам не смог ответить, не смог объясниться перед братьями публично. За него это сделал Сергей Риховский. Объяснил, что мы вне политики, в отличие... Вне политики, слушайтесь только Риховский вне политики. Слово жизни вне политики. Вот. И, конечно же, Риховский манипулирует Мацулла и другими членами слова жизни. Их, кстати, большинство входит в Духовный совет. Там пять или шесть человек. Они вот так забронировали все места. И там команда. Мы с вами их называем МММ, маленький московский между собойчик. Туда очень тяжело кому-то со стороны войти. Вот. В эту структуру. В пирамидальную, в такую старосистемную, СССРскую структуру. Вот. И, конечно же, вот эти мелкие манипуляции со стороны Риховского именно в своих интересах. Я еще раз хочу подчеркнуть. У них вот свои какие-то мелкие шкурные интересы. Знаете, у них структура, а у нас культура. У нас евангельская культура. У нас есть ценности, на которых мы стоим с вами. Вот. И которых придерживаемся. И я знаю, очень много достойных пасторов и в структуре сегодня РосХВИ они понимают, к чему это идет. Некоторые прямо говорят, ну мы хотим, чтобы Бог сам судил. И Бог все... Они видят сегодня и говорят, что все разваливается, потому что Бог вмешался уже и судит. Все эти скандалы, которые постоянно сопровождают этот союз, он не самый большой, несмотря на то, что они сами о себе там рассказывают. Все их аппараты, это что, тысячи, тысячи. Хорошо. Раскол начался немного ранее. Из-за несправедливой расправы надо мною. Это вот уже в течение года все это длилось. И опять же, благодаря вот этому мелочному интересу, Ореховскому удалось расколоть дорогую моему сердцу Международную Ассоциацию Церквей Слово Жизни. Много достойных братьев, пастырей, епископов. Огромный труд, огромная миссионерская работа. Это страны Юго-Восточной Азии, Вьетнам, другие страны, библейские школы, покупка домов, подцеркви, храмов. Это не только территория бывшего Советского Союза, но это и другие страны. Огромная миссионерская работа ведется везде. Монголия, Китай, другие страны Юго-Восточной Азии, и нашего ближнего зарубежья. Таджикистан, Узбекистан, другие страны, Казахстан. Началось даже не с выступлений. Вот этот раскол. Помните, нашумевшее выступление в Государственной Думе на круглом столе, где Сергей Ряховский сделал свои заявления, как они любовью будут уничтожать всякое зло. Там много было разных выступлений, ужасных выступлений по-своему. Как выразился сам начальствующий епископ, это его друзья и братья по религиозному цеху. Цеховики там заседали, от них требовалась поддержка специальной военной операции в Украине, оправдание ее, на что они каждый посчитал нужным, заявить, как они поддерживают, как они любят и благословляют эту операцию. Но все началось немного раньше, когда испугавших конкуренции на выборах нового начальствующего епископа РосХВЕ Сергей Ряховский потребовал, чтобы Слово Жизни и Мацула они выдавили меня из этой ассоциации. Я написал заявление под давлением, мы сидели, разговаривали, два дня у нас были встречи, были разговоры, где я просил братья объяснить, за что, за что. Просто уйди, просто мы не хотим проблем, уже слишком много проблем. Вот на нас давит РосХВЕ, на нас давит Ряховский, они не скрывали этого. Вот угрожали расколом у нас церкви в Калуге. А знаете, вот действительно видишь, когда не ценности у людей, евангельские, христианские ценности, а вот действительно интересы свои шкурные, финансовые, как бы жить там, не ту жить, и много-много других проблем, о которых я уже говорил. Вот. Как выяснилось, позднее меня выдавили или выжили только за то, что я жил, действовал, говорил в соответствии, во-первых, с основами вероучения союза РосХВЕ, первое. Да, я, вы можете ознакомиться на сайте РосХВЕ, основами вероучения, там и отношения к политике, к разным, и к социальной жизни, и ко всему, ко всему, ко всему. В заявлении слова «жизнь» тогда было социально-политические взгляды. Они полностью соответствовали. И не только основами вероучения РосХВЕ, но и социальной концепции протестантских церквей России. Мы тоже дадим ссылочку. Почитайте, что там написано про общественно-политическую жизнь, как протестанты должны жить в России. Еще раз напоминаю, ссылочка будет в конце этого видения. Вот что предшествовало этому расколу. Это по-настоящему раскол, когда родство связи, когда проповедуется, что у нас одна ДНК «Слово жизни», что мы все вместе. Кстати, я был в середине 90-х на той памятной встрече среди многих других братьев, когда Ульфа Эконом основывал эту ассоциацию. Никого из тех, кто сегодня возглавляет эту ассоциацию, на той встрече не было. И они выдавили постепенно всех. И Руслана Белосеевича, Михаила Котова, других братьев международной ассоциации тоже. Вот было так. И повыдавливали. Я, наверное, последний оставался. Из братьев тоже выдавили. Что делать? Это основной вопрос у нас. Войны когда-то заканчиваются. Подписываются мированные договора. Все происходит так, как происходит в истории. Но мы должны понять, что нам нужно искать пути сближения. И я от сердца говорю, потому что движение дорого моему сердцу, международное движение слова жизни. Я готов быть миротворцем и медиатором этого процесса. Я готов соединять братьев, трудиться вместе с другими братьями. Если понадобится, со шведами, или с амянской церкви, или с других каких-то сторон. Из тех, кто входит в международное движение слова жизни. Потому что это больно. Это больно смотреть на то, что творит один этот человек. Как он ссорит, разделяет, манипулирует людьми. И это печаль моему сердцу. Я говорю вам искренне. И блаженный миротворца. Я благодарю, конечно, за поддержку Всемирного Евангельского Альянса. И труда там. В сети по меру и примирению. Благодарю очень. Открылся новый мир, который показывает, как церкви могут, не только церкви, и национальные движения, и протестантские движения могут сотрудничать, работать на благо своей страны. Благослови всех, Господь. Друзья, давайте будем молиться за эту ситуацию. Конечно же, печальную, горькую. И искать пути сближения, пути к миру. Чтобы, как Христос говорит, наше да было да, наше нет было нет. А все, что сверх того, оно от лукавого. Знаете, вот эта трусость, занять позицию, сказать прямо, честно. Не у многих сегодня есть на это смелость. Она была у человека, который стал родоначальником всего евангельского движения, у Мартина Лютера. Когда он не побоялся никого и ничего. Это была его метаноя. Это было его покаяние, его перерождение. Простого монаха, который начал читать Слово Божие. Мой совет тоже, братья, читайте Библию. Не проповедуйте свои вдохновляющие вот эти проповеди, которые сейчас там в Москве проповедуются. За ними нет жизни. Потому что нет жизни у вас сегодня в ком-то. Есть страх, есть боязнь, есть свои какие-то интересы. История евангельского движения в России – это история мученичества. Долгие годы братья сидели в тюрьмах, не по одному сроку. Сегодня пришел комфорт, пришла сытая, довольная жизнь. Пришла позиция, пришли какие-то приглашения. Побывать там на приеме у губернатора, у президента, на каких-то выступлениях. Покушать бутербродики с икрой на каких-то банкетах после вот этих вот приглашений. Грамоты, еще что-то вам, поздравления. Это выставляется как чуть ли не, знаете, как говорят, чуть ли не Бога за бороду поймали. Жизнь удалась и счастье вам. Это печаль, конечно, это боль моему сердцу о состоянии церкви в нашей стране, в России и в этом небольшом союзе РосХВЕ. С вами был я, епископ Альберт Радкин, наш канал «Взгляд с небесный». Подписывайтесь, распространяйте наши видео, поддерживайте нас молитвенно, финансово. Любим вас и благословляем. Храни вас Бог. Субтитры создавал DimaTorzok